Когда моноидальная категория является заплетенной, это позволяет в ней определить более богатые структуры, чем если бы в категории заплетания не было. Но напомним, что просто в моноидальной категории мы определили понятие моноиды и двойственное понятие комоноиды. В заплетенной моноидальной категории можно определить еще бимоноиды и моноиды Хопфа. Сейчас мы обсудим, что это такое. На самом деле, даже если кто-то не знает, что такое алгебра Хопфа, например, мы сейчас увидим, что моноид Хопфа в некотором частном случае это всем привычная, известная алгебрическая структура. Давайте обозначим тему просто моноиды Хопфа. И пусть у нас С – это моноидальная заплетенная категория. Оказывается, что если у нас, когда у нас категория заплетенная, моноидальная, то категория моноидов в ней, она является тоже моноидальной. Каким образом? Во-первых, по определению моноида мы уже давали, не будем его напоминать, но скажем, что моноид – это определение обычного теоретика множества моноида, только переведенное на язык стрелок и диаграмм, которые можно в произвольной категории давать. И, соответственно, вот, например, если дать то же самое определение в категории векторных пространств над полем, мы получим понятие ассоциативной алгебры соединицей. Так вот, значит, рассмотрим категорию моноидов моноидов. Значит, объекты – это моноиды, морфизмы – это гомоморфизмы моноидов. Ну и давайте напишем, вот пусть у нас были два моноида C и D, тогда некий морфизм между соответствующими объектами C и D – это гомоморфизм моноидов, если следующие диаграммы коммутативны, то есть вот в C у нас есть умножение мю C, так, давайте получим, напишем, мю C в C, а здесь F, тензорно на F. Вот, то есть обычное определение гомоморфизма, только переведенное на соответствующий язык, но и еще для единицы тоже должна быть аксиома, то есть если мы… У, C – это у нас морфизм, отвечающий единице в моноиде, то вот этот морфизм F должен переводить единицу в единицу, то есть вот это определение гомоморфизма моноидов. Так вот, оказывается, если у нас категория заплетенная, C – базовая категория заплетенная, то основная наша категория, в которой мы работаем, то категория моноидов, она является моноидальной. Причем на объектах моноидальное произведение, оно такое же, как в самой категории C. Значит, пусть у нас C и D – это моноиды, и мы сейчас на их моноидальном произведении в категории C просто соединим структуру моноида. Значит, каким образом? C тензорно на D, тензорно на C, тензорно на D, но категория моноидальная у нас не строгая, но считаем, что как-то скобки расставлены, мы можем потом, используя естественные отождествления, переставить, как хотим. Нам надо уметь это перемножать. Что мы делаем? Мы два средних множителя меняем местами при помощи заплетания. Вот для чего нам заплетание-то здесь нужно. чтобы уметь перемещать местами, менять местами, здесь напишем tau dc на D. Ну а здесь применим по каждому аргументу свое умножение, по каждой паре аргументов. вот это вот, это у нас по определению, давайте так напишем, это умножение в тензорном произведении, в моноидальном произведении двух моноидов, ну а единица, соответственно, единица, отображение, морфизм, который отвечает единице, определяется следующим образом. Один, наш нейтральный объект мы можем отобразить, используя естественный изоморфизм, в моноидальный квадрат. И теперь мы по каждому аргументу применим свою единицу. Получается c тензорно на D. Оказывается, что это опять моноид, ассоциативность проверяется здесь, проверяются аксиомы единицы, все хорошо. Вот это вот, оказывается, что это моноид. Это у нас хорошая моноидальная категория, ну коммутативность всех диаграмм следует из того, что у нас на самом деле все естественные изоморфизмы, и на объектах моноидальное произведение, оно наследуется из категории c, поэтому все здесь выполнено. А раз она моноидальная, в ней тоже можно рассматривать и моноиды, и коммоноиды. Вот, значит, по определению. Простите. Бимоноид в сэ это коммоноид, то есть двойственная структура в монсэ. Вот, но оказывается, что можно было бы и с другой стороны рассмотреть. То есть можно было бы рассмотреть коммоноиды в сэ, а потом среди них уже в этой категории коммоноидов рассмотреть бимоноиды, ну двойственным образом. Это было бы то же самое. Вот, то есть бимон, категория бимоноидов, категории сэ, это по определению коммоноиды, давайте я в другой строчке напишу, коммоноиды в категории моноидов в сэ. И это оказывается, что это то же самое, что моноиды в категории коммоноидов в сэ. Ну вот просто если расписать все диаграммы, которые означают, что у нас на самом деле действительно, ну что такое коммоноид? Там должно быть коединица и коумножение. Вот эти все диаграммы, если расписать, посмотреть, то окажется, что в этом случае диаграммы и этом они совпадают. То есть не то, что даже там изоморфной категории или эквивалентной, они просто совпадают. Вот, это бимоноид. Давайте посмотрим, что же у нас получается в наших базовых примерах векторных пространств и множеств. Давайте начнем с векторных пространств. Значит, бимоноиды в категории векторных пространств называются биалгебрами над полем. Верно векторных пространств над полем, над некоторым полем К, называются биалгебрами над К. Давайте приведем пример биалгебры. Пусть у нас М обычный моноид. В категории множеств обычные моноиды у нас там. моноидами являются. И К поле. Рассмотрим моноидную алгебру. КМ, что это такое? Ну, она строится точно так же, как групповая алгебра, но только вместо группы берется моноид. То есть базис. Значит, М формальный базис. Умножение на КМ продолжается с умножения в М. по линейности. Точно так же, как строится групповая алгебра. Но это структура алгебры. Давайте введем структуру Ку-алгебры. Значит, нам нужно Ку-умножение. Эпсилон, да, из КМ в моноидальную единицу. Это получается в основное поле у нас. И дельта. Это должно быть Ку-умножение. Значит, эпсилон Ку-единица. Как они задаются? Эпсилон от М это единица. И дельта от М это М тензорно на М для любого М из моноида. Ну, то есть для базисного элемента, для элемента формального базиса. На все КМ эти отображения продолжаются по линейности. Вот. Но самый такой момент мы не рассмотрели. Ну, это вот примеры в категории векторных пространств бимоноиды. Давайте рассмотрим, что такое бимоноиды в категории множеств изначально. Значит, другой пример. Вот у нас есть задача в списке задач, что в декартовой категории, то есть в которой моноидальное произведение это на самом деле просто категорное произведение, там все кумоноиды, они всегда тривиальные. Вот. Поэтому в категории множеств кумоноиды тривиальные, так как в sets кумоноиды тривиальные, ну, мы уже говорили, что это просто ку-единица, там это отображение в терминальный объект, то есть в одноточное множество, оно единственное всегда, а дельта это просто диагональное отображение. Вот. Поэтому значит, тривиальные, ну и соответственно, кумон, кумоноиды в це, это в категории, она изоморфно просто, а сэц, простите, сэц, сэц, изоморфно категории множеств, то бимоноиды, это просто моноиды. Бимон, сэц, это просто моноиды, так как это моноиды в категории ко-моноидов. Вот. Это просто моноиды. Ну и мы еще увидели связь между моноидами и бимоноидами вот при помощи моноидной алгебры. Но про бимоноиды мы говорить много не будем, дадим следующее определение, это моноид Хопфа. Бимоноид в сэц называется моноидом Хопфа. Если у него есть дополнительный морфизм, который, как оказывается, на самом деле это никакая не дополнительная структура, а он, если он существует, он определен единственным образом. Значит, если существует морфизм С из так, давайте его А, Аж маленькое обозначим. Наш бимоноид. А, Э, Э. А, ну и давайте этот С тоже, раз мы условили все маленькими буквами обозначать, давайте все маленькими буквами обозначить. Вот. Из Аж маленького в Аж маленький такой что? то коммутативно следующая диаграмма. мы идем из Аж. Потом мы расщепляем Аж при помощи К умножения. По одному аргументу, например, левому, мы применяем вот этот вот это отображение называется антиподом. Это просто название. Вот. Мы применяем антипод по одному из аргументов, по второму ничего не делаем. Тождественный морфизм объекта Аж. Ну мы могли бы просто Аж написать. Ну ладно. Записали, так написали. Вот. А потом перемножаем. Опять приходим в Аж. Опять приходим в Аж. То оказывается, что это то же самое, что если бы мы применили К единицу, пришли в нейтральный объект, а потом применили единицу. И здесь, соответственно, то же самое, если мы по другому аргументу применили наш вот этот вот антипод. Значит, id H моноидально на S и пришли сюда. Моноиды Хопфа в категории векторных пространств называются алгебрами Хопфа. Ну, соответственно, алгебрами Хопфа над полем. Да, кстати, я сказал бимоноиды моноиды Хопфа. Существуют и альтернативные определения. То есть вот то, что я сейчас назвал моноид Хопфа, их так и называют алгебрами Хопфа, но просто в категории, в любой. Алгебрами Хопфа в категории или биалгебрами в категории. Но тогда, если они так говорят, если кто-то так говорит, там алгебрами Хопфа в категории, биалгебр в категории, то комоноиды называются, соответственно, коалгебрами в категории, а моноиды алгебрами в категории. Ну, а тогда придется всегда требовать, чтобы алгебра была ассоциативная с единицей, что не всегда удобно, потому что и другие алгебры бывают и изучаются. Так вот, значит, это алгебра Хопфа, это определение, просто определение того, что алгебра Хопфа. Ну и рассмотрим теперь пример. Ну, на самом деле несложно показать, что это если и только если. Так вот, оказывается, что моноидная алгебра будет алгеброй Хопфа, если и только если М, вот этот моноид, это группа. Ну вот, давайте мы это оформим вот так вот. Пусть же группа. К поле рассмотрим групповую алгебру. Тоже групповую алгебру. К, Ж. Ж у нас теперь элементы группы формальной базы, с умножения в... К, Ж продолжается с умножением в Ж по линейности. Вот. Ну, тут, соответственно, все можно заменить. Все то же самое, потому что группа это, в частном случае, моноида, правильно? Вот. Эпсион, соответственно, от всех элементов у нас... Это все так же определяется по линейности, то есть на элементах базиса формального это просто вот такая штука. Вот. Если у нас есть какая-то линейная комбинация, мы просто каждому базисному элементу применяем вот дельта, вот так вот удваиваем групповой элемент, ну и потом все берем с теми же коэффициентами. Что такое антипод? Для вот этой вот групповой алгебры. Это просто... Он равен на элементах группы взятию обратного, а на линейной комбинации это просто мы каждому элементу групповому, у каждого элемента берем обратный. То есть, будьте внимательны, это не взятие обратного у каждого элемента нашего группового алгебра, только у базисного элемента, состоящего из... Да, только у базисного элемента, вот это вот. А дальше по линейности. То есть, например, если у нас будет там S... Давайте я это отдельно распишу. 2G минус 3H, то это будет 2G в минус 1 минус 3H минус 1. Вот так. Вот. Ну и что же у нас будет тогда моноидом Хопфа в категории множество? То есть, вот в категории векторных пространств видно, что это такое, это в точности алгебры Хопфа. Мы, значит, не сказали никакой мотивации, почему вот алгебры Хопфа это действительно такая важная вещь. Но появились они в топологии, вот, изначально такие структуры, в которых есть и умножение, и коумножение. Затем, алгебры Хопфа это на самом деле как раз те самые алгебры, на категории которых, сейчас вот неправильно говорю те самые, но чем хороши би-алгебры и алгебры Хопфа? Что благодаря вот этому вот коумножению можно ввести естественную структуру моноидального, естественное моноидальное умножение в категории модулей над ними. Вот. Ну и, соответственно, есть двойственное понятие ко-модуля, там тоже есть свое моноидальное умножение. Это именно вот, то есть коумножение, которое здесь присутствует, оно позволяет вот делать такие вещи. И еще много, где это все дело применяется. Например, если взять алгебру регулярных функций, на финной алгебрической группе это тоже алгебра Хопфа. Они могут хорошо действовать. Вот. В общем, много всего интересного. Вещь важная. Вот что, какая мысль здесь была. Итак. Значит, вот про моноиды Хопфа в категории векторных пространств мы сказали, пример привели, но связь на самом деле между моноидами, между алгеброй Хопфа и группами, она более тесна именно через понятие моноида Хопфа. Почему? Потому что в категории множеств как раз это просто в точности группы и будут. Значит. Потому что вот S это и будет взятие обратного элемента. Если мы внимательно посмотрим, эпсилон, оно тривиальное в группе. Правильно? Всегда. Потому что в категории множества эпсилон тривиальное, дельта это диагональное отображение. И что мы делаем? Мы такой элемент сопоставляем каждому элементу нашего вот этого вот моноида Хопфа в категории множеств. Что их перемножаем, мы получим что? Единицу. Это как раз будет единица, что мы отображаем все в одноточное множество, а потом переходим сюда. Это все сопоставляет себе единицу группы. Поэтому это в точности группа. То есть маноиды Хопфа в категории множеств это группы. Но, кстати, вот мы привели пример групповой алгебры. Конечно, бывают и другие примеры алгебры Хопфа. Например, универсально обертывающая ассоциативная алгебра с единицей, алгебры Ли, разные квантовые группы бывают. То есть много очень интересных примеров, и они ведут себя, могут вести себя сильно, их поведение может сильно отличаться от того, как устроена, как ведет себя групповая алгебра. То есть это ну такое далеко идущее обобщение. Но, как мы видим, вот маноид Хопфа и группа – это вещи схожие в чем-то. Теперь, но есть понятие и группа в категории. Что же это такое? На самом деле это тоже маноид Хопфа, но относительно весьма такого специфического маноидального произведения. То есть в декартовых категориях что такое группа в категории. Значит, пусть у нас С – это категория с конечными произведениями. В частности, и пустое произведение тоже присутствует, то есть терминальный объект. Здесь терминальный объект Т. Значит, группой Ж, а ладно, мы писали маленькими буквами, давайте по-прежнему будем писать маленькими буквами. Группой Ж в категории С называется тогда маноид Хопфа в С крестик Т. то есть когда маноидальное произведение у нас это категорное произведение, а маноидальная единица – это терминальный объект. Как мы уже сказали, здесь структура команоида, она тривиальная, поэтому можно просто расписать, что это такое группа в категории. дельта всегда тривиальна. Эпсилон из Ж в Та – это единственный морфизм в терминальный объект. Дельта – это диагональное отображение, диагональный морфизм отображения у нас здесь может и не быть. диагональный. Ну что это означает? Это означает, что у нас он задан следующим образом. Если у нас есть произведение, у нас есть две проекции – на левую компоненту и на правую. Ну давайте их обозначим. Пи Эли Пи Эр. Рассмотрим тождественные морфизмы. Вот так вот. Тогда по определению произведения существует единственный морфизм, как раз который и есть в нашей дельта, для которого вот эта диаграмма коммутативна. Он называется диагональным, потому что это просто диагональное отображение в категории множеств. Мы каждому элементу группы ставим в соответствие пару, которая состоит из него же самого. Удваиваем его просто. И давайте выпишем, что это такое. Значит, ну вот структура коммоноида, она у нас понятна здесь. Теперь еще это должен быть моноид вот в категории таких вот, получается, моноид вот в этой категории, но еще у нас должен быть морфизм С. Да, моноид. Давайте выпишем, что это означает. Что у нас задано умножение, есть умножение мю. Мю, теперь уже у нас моноидальное произведение совпадает просто с категорным произведением, поэтому все идет вот так вот. И есть единица. Это мы терминальный объект вкладываем в... Плохо говорю, вкладываем. Морфизм некий из терминального объекта в нашу группу в категории. Соответственно, должны быть коммутативные диаграммы. Ж на Ж, на Ж, на Ж. Тут отождествление у нас должно быть, да? Ж на Ж, на Ж. Мю на отождественный. Ж на Ж. Тут мю. Вот. И тут Ж на Ж. Мю. Тождественный на мю. Это ассоциативность, да? Аксиомы единицы. Это мы просто раскрываем определение моноида Хопфа. Вот. Аксиомы единицы. То есть мы идем вот так вот. Рассматриваем естественное отождествление. Ж на терминальный объект. Стали мы говорить терминальный объект, да? Синоним, то, что мы говорили раньше, универсальный притягивающий объект. Вот. Терминальный объект это просто другое название для универсального притягивающего объекта. Так. Тут у нас тождественный из единицы. Ит Ж на единицу. В Ж на Ж. Тут мю. Тут Ж. Тут тоже мю. Это все должно быть тождественным. А здесь у нас единица на тождественный. Вот. Вот такая. Ну, это аксиома единица. Мы это все выписывали. Аксиомы моноида. То есть это просто означает, что это моноид. Ну, благодаря тому, что у нас есть еще тривиальная структура комоноид. Это еще и у нас бимоноид получается здесь. Потому что все морфизмы, они вот эти морфизмы в категории С в Декартовой, они сохраняют вот эти вот, они являются одновременно гомоморфизмами тривиальных моноидов. Поэтому там все у нас хорошо. И еще вот такая вот должна быть диаграмма. Ну, я уж ее не буду переписывать. Ну, то есть вот еще вот это. Ну, это в точности я знаю. А, да. Давайте, значит, вот это уберем тогда. Что у нас получается, если мы ее перепишем, учитывая, что у нас структура здесь диагональная, G на G, S на тождественный G. Не, ну да, все так и есть. То есть это будет такая композиция, единственный морфизм в терминальный объект. А отсюда у нас уже будет идти единица. Вот. То есть в принципе-то диаграмма, она какой была, такой и осталась. Вот. Ну вот, в частном случае, понятие Маной-Духофа – это группа в категории. И это понятие, оно позволяет с единых позиций изучать совершенно разные объекты. И то есть если мы выберем, скажем, категорию топологических пространств, да, там же есть конечные произведения, не только конечные, можно рассматривать там группы. Группы в категории топологических пространств – это в точности топологические группы. Потом можно рассматривать категорию гладких многообразий. Тогда группа в такой категории – это группа Ли. Можно рассматривать афинные алгебраические многообразия. Тогда группа в такой категории – это группа, соответственно, афинная алгебраическая группа. Ну и так далее, то есть много очень разных интересных примеров здесь возникает. Но время у нас ограничено, мы, к сожалению, дальше здесь не пойдем. Про мануиды Хупфа над полями, то есть алгебры Хупфа, специальный курс есть, планируем его начать читать в 2000, получается, сейчас у нас 24-й год, осенью 2025 года. Вот, повторять его будем, но, может быть, не повторять, может быть, там немножечко что-то поменяем. Вот, один раз уже читали его в прошлом году учебно. Хорошо, наша следующая тема, вот какая, обогащенные категории. По-английски enriched. Еще с осени, вот когда мы начали только читать спецкурс, мы столкнулись с такой ситуацией, когда вот мы рассмотрели категории, когда холм множества в этой категории, а на них еще задана структура объектов какой-то категории. Ну, к примеру, значит, если категория абелевых групп, да, если у нас есть две абелевые группы, А и Б, то на этом холм множестве у нас опять задана категория абелевые группы. Затем, ну, просто мы рассматривали аб-категории. Аб-категории это в точности, когда у нас холм множества, это абелевые группы, и композиция является, она билинейна, композиция морфизмов, да, в этой категории билинейна, хорошо ведет себя относительно вот этого произведения. Вот, а также что мы еще замечали, что если рассмотреть категорию малых категорий, ну, больших тоже на самом деле, то там у нас холм множество, это что такое холм множество? Это множество функторов, но там еще есть свои морфизмы внутри, морфизмы, которые являются, называются естественными преобразованиями. И вот это холм множество, оно само является категорией, то есть как бы вот эти объекты, бывает так, что холм множество, они являются объектами в какой-то другой категории. На самом деле нам действительно надо было подождать, чтобы формально дать общее определение вот этого, вот это называется обогащенная категория, да, вот категория с таким свойством. Но прежде чем дать формально определение, мы должны были подождать, пока мы дадим определение моноидальной категории, потому что оно вот здесь активно используется. Давайте дадим соответствующее определение. Значит, пусть С – это моноидальная категория. Категория Х. Ой, я сейчас неправильно говорю. Значит, изначально это будет у нас не совсем категория, но, в общем, сейчас скажем, что это. Значит, множество… Сейчас, секундочку. Значит, обогащенной… С обогащенной или просто С категорией? Обогащенной категорией или С категорией называется следующее. Ну, как мы говорили, что просто в категории у нас задано некое множество, возможно, большое объектов, заданы там х множество, композиции, то здесь… Так. Давайте, действительно, мы это сформулируем так же, как мы формулируем определение категории. Значит, говорят… Говорят, что задана С обогащенная категория или просто С категория, если заданы следующие вещи. Опять, возможно, большое множество объектов. Все, как в обычной категории пока. Об x. И для любых объектов x, y теперь уже начинаются различия. Задано теперь не х множество, а просто объект в категории С. Давайте его обозначим x от x, y в категории С большое. И, кроме того, значит, заданы единичные у нас, что называются, морфизмы. Но это… Как задаются единичные морфизмы? Мы просто берем… Значит, для любого объекта x из нашей категории, обогащенной… из обогащенной категории задан морфизм id, x маленькая. Нейтральный объект у нас отображается в хом-объекта x, из x в x. Это просто морфизм теперь. То есть, обратите внимание, элемента никакого нету, потому что это не обязательно множество. Это не получается морфизм задания нейтрального… морфизм задания тождественного морфизма здесь. Вот. И для любых x, y и z задан морфизм композиции. Откуда-куда? Сейчас мы его запишем. Значит, c из y в z, только не c, а x, здесь уже моноидальное произведение, обратите внимание, потому что это объекты в категории c. Ну, давайте его обозначим. μ x, y, z. Вот. При этом… То есть, вот задана композиция, и должны быть коммутативные диаграммы, которые соответствуют тому, что у нас есть единица, вот это вот… Они будут такими же, как в определении моноида, просто у нас здесь не единственный объект, единственная разница. Ну, вот как понятие категории, к нему можно относиться, как моноид, только у него много объектов, многооснованный такой моноид из многих объектов. Так и здесь то же самое, я знаю, что мы, получается, вместо одного моноида в категории x, в категории c в нашей, моноидальной, фиксированной, относительно которой все это обогащено, мы рассматриваем такую систему. Вот. Значит, коммутативные диаграммы – это часть определения. Какие же? Ну, ассоциативность, две будут диаграммы, ассоциативность единица. x. Здесь у нас будет… Давайте, наверное, буква… А, ну ладно. Ладно. Скажем, z на u, z на x. Сейчас. Из этого u. Теперь z в u. Здесь будет из y в z. z из x в u. Здесь у нас будет отождествление, но скобки мы вот так расставим. x, z, u на x, y, z, x, y. Здесь мы идем… Композицию вот тут применяем. Это будет композиция y, z, u. Получаем хом-объект, получается, из y в u. А здесь x в y. Тут будет из x в u. здесь композиция x, y, u. Тут у нас будет, соответственно, мы композицию применяем x, z. Здесь будет… Здесь будет… Здесь будет… А, не дописали. А тут тождественный. id x, y, z. А здесь id x, z, u на mu x, y, z. А здесь mu, x, z, u. Вот, ассоциативность композиции и единица. Ну, давайте еще раз это дело выпишем. Единица, то есть у нас получается, если есть здесь x, x, y, то мы можем это представить, используя мононидальную единицу, вставить справа, да, можем вставить слева. Потом вложить это все дело. Ну, я плохо говорю, что вложить. Отобразить, не отобразить даже, а применить морфизм тождественного. Обратите внимание, что здесь вот у нас, id этот, их надо, наверное, по-разному обозначать. Ну, хотя, в принципе, по индексу они отличаются. Это просто тождественный морфизм в категории c, обычный, в обычной нашей категории мононидальная c. А здесь мы применим id, который будет сопоставлять… Ой, сейчас, секундочку. Его надо, наверное, как-то по-другому просто обозначить. Я плохо обозначить id. id это же будет элемент здесь. Давайте u обозначим. u, вот u, это будет… Применим ux, а тут вот тождественный, действительно, тождественный. А объекта x большое, x, y маленькие. в… Только нам здесь нужен y, потому что к области y, то есть здесь будет x от y, y, тензорно на x, x, y, композиция в x, x, y. Ну, а тут будет μ, x, y, y. И то же самое, если мы сделаем справа здесь, отобразим это в x, x, y на x, то есть мы здесь применяем тождественный объекта x, y на u, x, x, и тут будет μ, x, x, y. Вот. А это все, обе композиции должны равняться просто тождественному морфизму объекта x, большой x, y. Вот. Ну, как в обычной категории. То есть если мы теперь… Давайте теперь посмотрим, что будет, если в качестве c взять категорию множеств с обычным декартовым произведением и терминальным объектом одноточным множеством, универсальным подтягивающим объектом одноточным множеством. Да это по-моему, что обычная категория. То есть примеры. А давайте вот тут писать. Примеры. 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 Сетс категории. Это обычные категории. Вот. Да. Один такой важный момент, что вот эта вот обогащенная категория, она вообще говоря обычной категорией не является. Почему? Ну там нету у нас хом множества. Это не множество. Как из нее получить обычную категорию? Очень просто рассмотреть функтор хом из нейтрального объекта в c. Давайте запишем это вот здесь, вот сотрем. Значит. c обогащенная, убогащенная категория превращается в обычную. Если положить… Давайте я здесь хом буду хом множество вот так писать, чтобы отличать их. То есть у нас х большое было… х большое – это x, y – это был некий объект. И вот тут вот положить просто c из тождественного объекта в х большое – x, y. Просто рассмотреть, вот это уже множество, правильно? Потому что это множество морфизов из нейтрального объекта категории c в объект вот этот категории c. И что тогда? Тогда, соответственно, у нас получается единица, вот если мы теперь… Это же мы применили по сути хом функтор вот к этому объекту и перешли из категории c в категорию множеств. Тогда у нас отсюда же индуцируется произведение морфизмов обычных… И тождественный этот у нас вот так вот будет выглядеть. Значит, вот так вот. образ тождественного морфизма объекта 1 при отображении мы применили здесь хом функтор c1u, что это такое по определению за отображение? Это уже отображение будет. Оно будет у нас из c1,1 в c1x, правильно? Композиция просто. К любому морфизму отсюда мы рассматриваем композицию с у, с морфизмом у в категории c. Ну вот это вот образ тождественного, это назовем теперь тождественным морфизмом объекта x. Потом композиция, как устроена у нас. берем. Значит, мы должны определить. Вот у нас есть один такой объект. Это уже не объект, это множество. И второе хом множество. Уже теперь множество. x, y, z на c1x, x, y в c1x из x маленького в z, да? Чтобы это действительно стали хом множества некоторой категории. Как это определяется? Ну тоже пусть у нас есть один морфизм отсюда, f и g отсюда. И мы должны определить, получается, это будет у нас fg. fg будет лежать вот здесь. Как мы его определяем? По определению fg задается следующим образом. fg равно следующим. Значит, смотрите. fg это должен быть морфизм из нейтрального объекта вот в этот вот объект, значит, хом объект категории x большое. Мы отображаем нейтральный объект в тензорный квадрат. По каждому аргументу применяем по одному f, по другому g. Куда мы приходим? Ну так как это морфизмы, которые ведут в первый в x, а не, первый у нас шел в y, z, мы придем вот сюда, y, z на x, y. А теперь мы можем применить нашу композицию мю, x, y, z, морфизм композиции. И придем в x, z. И в результате мы получаем морфизм, который идет из нейтрального объекта вот сюда, то есть это вот элемент отсюда. И оказывается, что все аксиомы у нас выполнены, единицы, ассоциативности, и так получается обычная категория. Но это мы сейчас разобрали формальный такой трюк, как из обогащенной категории получить обычную. В наших примерах его даже не надо будет делать. Почему? Потому что по сути вот эти два множества, вот это и вот это вот, там будет такой нейтральный объект в наших примерах, что они будут совпадать. Ну просто это будет вот, вот это вот, вот этот объект, это будет вот это множество, ну с какой-то дополнительной структурой, и все. То есть даже, ну этот трюк, он в общем случае применяется, но в нашем случае даже не надо будет это делать. Давайте рассмотрим первый пример, который у нас был. Категория множеств. Там моноидальная единица, это универсальный притягивающий объект, одноточное множество. Множество отображений из одноточного множества в какое-то множество, это оно само, поэтому вот это вот, это все совпадает. Дальше, следующий пример, второй пример, это линейные категории над полем. Значит, пусть поле, можно даже, кстати, не обязательно поле рассматривать, кольцо, но неважно. Значит, к-линейной категорией называется категорией, обогащенной над категорией векторных пространств. То есть, там хом множество, это векторные пространства, и композиция соответствующая, она должна быть линейным таким, ну, линейным отображением, а мы знаем, что ему соответствует билинейное отображение, да, билинейное отображение по каждому аргументу. Опять-таки, смотрите, что мы здесь получаем? С категория векторных пространств, моноидальные единицы, это поле. То есть, вот это вот множество отображений линейных из поля в какое-то векторное пространство, можно отождествить сами векторные пространства. Опять получается то же самое. И здесь у нас, ну, вот это будет просто тождественный вот этот вот у-морфизм, он у нас будет задавать единственный какой-то морфизм здесь, который будет тождественным. Вот, композиция тоже, если мы посмотрим, то это, как мы ее здесь определяем, поле, сюда, вот это в точности будет композиция двух морфизмов при помощи вот этого вот трюка. То есть, здесь вот ничего нового, эта конструкция, ну, точнее, вот эта конструкция, она дает формальное, она дает то же самое, что и так есть. То есть, это вот как у нас обогащенная категория над категорией векторных пространств, это просто категория, в которой все хом-множества это векторные пространства над полем и композиция билинейна. Ну, и, соответственно, ап-категория, категория обогащенная, давайте, ап-обогащенная категория это просто ап-категория. Но это еще не все. Давайте теперь рассмотрим случаи категорий, обогащенных надкатегорией малых категорий. И тут мы дадим определение. Это будет новая структура. Ну и, соответственно, в принципе, наша маленькая такая тема, которой мы займемся, будем заниматься до конца лекции. Давайте сейчас я секундочку гляну. Ну, вроде мы все сказали, что хотели, что планировали. Наша тема – это высшие категории. Высшие категории, много мы, конечно, сейчас сказать не сможем, но ощущения получим. Высшие категории. Ну, во-первых, надо сказать, что такое два категория. Два категория – это категория, обогащенная надкатегорией малых категорий. Что это означает? Что у нее все хом-множества являются сами категориями, а вот это функтор. То есть все хом-множества категории малые, да, малые категории, а композиция… Ну, давайте х ее обозначим, а композиция – х, у, z, х большое, х малое, у малое. Вот сюда вот. Это функтор, бифунктор, да, ну, функтор из вот этого вот произведения категории. Да, мы рассматриваем кат – категорию относительно этого произведения категории. Ну, это просто Декартово произведение категории, когда мы рассматриваем пары объектов, пары морфизмов. Ну а здесь у нас тривиальная категория из одного. Что такое универсальный притягивающий объект в категории малых категорий? Это категория, которая состоит из одного объекта и одного отождественного морфизма. И все, больше ничего там нет. Туда всегда есть единственный функтор из любой категории. То есть это вот такая вот вещь. Ну и, соответственно, благодаря тому, что вот эта категория, она с одним объектом, одним морфизмом, тоже можно отождествить множество функторов из вот такой категории в любую самой категории. Ну потому что у нас мы, получается, выбираем там... Выбираем единственный объект. Ну с объектами категории можно отождествить. Вот, с объектами. Не самой категорией, а с множеством объектов категории. Вот, а композиция – это бифунктор. Вот это определение. Но здесь вот вроде мы так компактно сформулировали, еще не видно чего одного. Во-первых, здесь у нас между морфизмами должны быть еще дополнительные какие-то морфизмы, так как это являются категорией. Давайте мы их обозначим. Они будут называться два клетками. Значит, введем новые обозначения. Обычные объекты, не обозначения, а терминологию в х. Это, будем называть, ноль клетки. Морфизмы в х. Это один клетки. Вот, и еще есть там морфизмы между морфизмами, внутри спрятаны, потому что это же тоже категория, да, множество морфизмов. И еще есть два клетки. Ну, будем их обозначать так. Так, смотрите, у нас есть объект х, объекты y, морфизм f есть между ними, морфизм g. И вот между ними еще отсюда-сюда есть два клетка, то есть морфизм между морфизмами. Мы их будем обозначать двойными линиями. Но это еще не все. То есть, опять-таки, мы еще не полностью раскрыли определение. Почему? Потому что вот это вот должно быть бифунктором, бифунктором. Ну, понятно, что у нас композиция, она двум объекту отсюда и объекту отсюда ставит соответствие композицию, да, вот. Но еще же у нас функтор, он и на морфизмах. Его можно применять к морфизмам. Ну, и что это означает? Это означает, что он еще и на клетках тоже на таких вот должен... мы его можем применять. Это будет так называемая композиция горизонтальная, потому что, смотрите, два клетки – это морфизмы вот в категории, категории морфизмов из x в y, и поэтому их можно вертикально перемножать. То есть есть вертикальная композиция – это обычная композиция, как морфизм. Вот она, вертикальная композиция. была у нас одна-два клетка, а потом, ну, тут вот F, G, морфизм, и еще, скажем, какой-то H есть. И тут два клетка бета. И это получается у нас клетка, которая идет уже... бета-альфа ее можно... ну, не можно, а она так и обозначается, бета-альфа. Вот, которая идет из... Опять, из F уже теперь в H идет. Это бета-альфа. Клетка бета-альфа. Вертикальная композиция. Вот. Ну, то, что есть в каждой категории, да. А еще возникает горизонтальная композиция. Вот. Потому что мы можем взять одну клетку, которая идет между двумя морфизмами здесь, L2 клетку, между двумя морфизмами здесь, и их тоже мы должны уметь перемножить, так как это бифунктор, он тоже, его мы должны применять. уметь. Так. F, G, из... А, сейчас. Раз мы рисовали в ту сторону, значит, давайте так писать. Значит, Z, Y, X. Тут у нас есть морфизм F, морфизм G, морфизм H, ну и морфизм какой-нибудь U, да. Здесь есть одна клетка альфа, здесь есть другая клетка, два клетка бета между ними. Так вот, их композиция, тут вот плохо, ну вот, скажем так, мы идем вот сюда, вот эта их композиция, она будет идти, давайте я такую какую-нибудь волнистую черту начерчу, что это просто мы одной картинке к другой переходим, она будет идти тогда из композиции HF в композицию уже, которые в свою очередь будут из объекта X в объект Y. То есть здесь у нас будет бета альфа. Только нужно уже другой знак использовать. Давайте, например, жирненькую точку будем писать, жирненькую такую, для горизонтальной композиции. Вот. То, что это два функтора, это что означает? Это означает, что они, если у нас бета был морфизмом из H в U и F, и альфа из F в G, то, соответственно, и будет вот это вот морфизмом отсюда сюда. И для тождественных тоже должно все выполняться. То есть тождественный этот два функтора должен переводить в тождественный. Что такое тождественный? Соответственно, это будет обозначаться, id, если бы у нас было здесь idH, горизонтально умножили на idF, это idHF. Вот. Если бы стрелка была здесь тождественной. Теперь можно что сделать? То, что, ну, получается, вот мы и все раскрыли, что такое два категория, то есть есть два клетки, причем для два клеток у нас есть два умножения, получается. Одно горизонтальное, другое вертикальное. Ну, вертикальное, это как обычная композиция морфизмов, если эти два клетки рассматривали как морфизмы из F в G, потом из G в H, ну, и вот такая вот композиция есть. Вот. Теперь давайте поймем вообще откуда примеры у нас. Ну, первый естественный пример – это категория множеств. Но надо еще понять, потому что вот мы, если мы рассматриваем категорию кат, то в ней еще не все задано для того, чтобы она стала два категории. Что там не задано? Не задано горизонтальное умножение. Вот мы сейчас проверим, чтобы все было у нас задано. Например, кат – это два категория. Если на… Что у нас здесь… Давайте сейчас… Где? Где я напишу? Где? Ноль клетки – это категории. Все как обычно. То есть один категория структуры наследуется просто со структуры категории в кат. Один клетки – это функторы. И два клетки – это естественные преобразования между ними, между функторами. Есте-с-е-н-ы-е-пре-обра-зов-ания. Вот. Естественные преобразования. И еще кое-что не задано здесь, вот чем мы не пользовались, надо задать горизонтальную композицию, горизонтальное умножение естественных преобразований. Каким образом? Давайте сперва поймем, что нам нужно. Вот у нас пусть есть малые категории x, y и z. z, y, x. И здесь есть функторы. f1, f2, g1 и g2. Давайте я тут 1 напишу. И есть два клетки, естественные преобразования. Кстати, это объясняет, почему мы их обозначали двойными стрелками. Как раз вот это вот два категорные обозначения. Так, g2 здесь. Значит, по определению. В каком порядке мы перемножаем? b на альфа, да? b на альфа это любая из композиций. Мы сейчас нарисуем некий коммутативный квадрат в коммутативном квадрате. Следующим. Смотрите. Бета альфа должно быть естественным преобразованием откуда, куда? Между функторами g1, f и g2, f. То есть берем g1, f1 и какой-то объект x. Здесь у нас есть бета альфа, я имею в виду x-овая компонента. x-овая компонента этого, естественно, преобразования. Здесь у нас будет g1, f2, x. Здесь будет g2, f2, x. Здесь g2, f1, x. И рассмотрим следующие стрелки. Как перейти отсюда сюда? Можно применить морфизм, ну, перейти при помощи морфизма g1, а здесь альфа, x. А здесь наоборот. Смотрите, здесь объектов под этой f2, x и f2, x. Здесь будет бета, f2, x. Здесь можно поместить морфизм g2, альфа, x. А здесь бета, f1, x. Квадрат коммутативен в силу естественности беты. Так как бета – естественное преобразование, правильно? А мы его применяем к морфизму g1, простите, между функторами g1 и g2, бета естественное преобразование, мы его к морфизму альфа, x применяем. Поэтому квадрат коммутативен и вот это вот по определению, вот эта композиция, что вот так пойдем, что вот так пойдем, это горизонтальная композиция естественных преобразований. То, чего нам не хватало для вот структуры два категории. Теперь, ну, можно рассмотреть теперь категорию двух, двух, два категорий, правильно? Два кат обозначим. Что в ней есть? И сейчас мы посмотрим, сколькимерная эта категория получилась. Вот мы увидели, что категория малых категорий – это два категория. Значит, рассмотрим два кат категорию малых… Больших то же самое можно рассматривать. Увеличили универсум и рассматриваем. Категорию малых два категории. Значит, что там морфизмами является? Ну, объекты, понятно, что это такое, морфизмы. Один клетки – это так называемые два функторы. Что такое два функтор? Значит, если у нас есть два категория, x в y, два функтор, значит, переводит и клетки в и клетки и от нуля, а 0, 1, 2 и так далее. Вот, сохраняет композиции и тождественные морфизмы. Ну, мы рассматриваем только строгие два функтора, то есть строгие. Вот мы как раз объясняем, что такое строгие. Не строгие бывают, если там немножечко ослабить, то есть сохраняет композицию с точностью до 2 клеток или еще что-нибудь такое. Но мы про это не успеем поговорить. Сохраняет композиции и тождественные морфизмы. Тождественные клетки, давайте их обозначим. Обозначим тождественные клетки. 1 и 2 клетки. То есть тождественную 1 клетку переводят в соответствующую тождественную 1 клетку. Тождественную 2 клетку переводят в тождественную 2 клетку. Естественные 2 естественные преобразования тоже есть. Или естественные 2 преобразования. Значит, 2 клетки в 2 кат это 2 естественные преобразования. Что это такое? Два естественные преобразования. Пусть есть у нас функторы, два функторы. Пусть fg и xy — это два функторы. И задано для любого объекта x из х большое морфизмы, как бы у обычного естественного преобразования. Один клетки, то есть это будут один клетки αx из fx уже y. Это обычные один клетки вот в этих категориях. Ну а требовать мы будем чуточку больше. Так что для любой два клетки... Уже теперь, видите, в определении требуется у нас не просто... Для любой два клетки β... Ну что такое два клетка? Она идёт у нас из какого-то морфизма f в g, ну а, соответственно, f и g — это морфизмы между двумя какими-то объектами. Так, из fx в gx, конечно. x1 в x2. Коммутативная диаграмма. Следующее. Давайте её нарисуем, эту диаграмму. Давайте нарисуем вот эти вот образы вот этих два клеток под действием f и под действием g. Значит, откуда будет идти вот это β, 2 клетки. Значит, у нас здесь будет объект fx1, fx2. fx2. Здесь у нас будет его образ fx, ff, fg. А здесь будет fβ, 2 клетка. Теперь тут у нас будет идти... Как раз наш этот морфизм и αx1, а здесь αx2. gx1, gx2. А здесь будет уже образ клетки под действием функтора g. Здесь будет g, 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 f. Вот. Как мы понимаем коммутативность диаграммы? Вот. Как мы понимаем коммутативность этой диаграммы? Здесь горизонтальные композиции есть. А вот тут вот мы берём тождественную. Тождественную 2 клетку вот этого морфизма. То есть, смотрите, уже у нас здесь возникает следующая вещь. Чуть позже мы про это совсем чуть-чуть скажем, что вот объекты 1 клетки можно рассматривать и отождествить с их тождественными 2 клетками и так далее. Вот сейчас мы увидим, сейчас у нас будет шаг в более высокую размерность. Что такая композиция горизонтальная? gβ жирненькая на тождественную 2 клетку αx1 равно тождественная 2 клетка морфизма αx2 на cfβ. Ну и в частности, если брать здесь тождественную... Если брать f равным g и брать его тождественную 2 клетку, у нас получится диаграмма на самом деле для обычного преобразования. То есть два естественные преобразования, они и один естественными являются. Но здесь появляются ещё и три клетки. Мы, правда, не сказали, что это такое, потому что мы не ввели понятие три категории, но три клетки есть. Это так называемые модификации три клетки. Они ещё называются модификациями. То есть категория 2 категории, она будет 3 категории, ну и так далее. Сейчас мы пару слов скажем о том, как это делается. Что такое модификация? Значит, пусть у нас α и β — это естественные преобразования функторов из f в g. Мы их двумя полосками обозначаем. Вот, в свою очередь, функторы f и g, они из категории x в категорию y. У нас вот два функтора заданы между ними, два естественных преобразования. И между ними, благодаря тому, что есть у нас два клетки уже в этих категориях, можно тоже своё такое преобразование сделать, которое называется модификацией. Что это такое? Тогда гаммой из α в β, тут уже три черты черни, модификацией, и отсюда сюда называется набор два клеток. Значит, гамма x, которые у нас будут идти из α в β. tx, обратите внимание, мы x добавили, и что у нас получилось? Вот это αx — это уже один клетка, да? Это один клетка в категории y. И βx — это тоже один клетка в категории x. Между ними есть два клетки. Вот, где x у нас, это объекты в категории x, таких, что, опять-таки, для любой два клетки... Ну, давайте, x обозначим. x из f в g, где f и g — это у нас морфизмы между объектами x1 и x2. Коммутативно следующая диаграмма, ну вот в том же самом смысле. Коммутативно следующая диаграмма. Значит, давайте нарисуем образы вот всех кси и... Образы кси под действием f и под действием g. Ну, диаграмма будет похожая, только просто вот тут вот сейчас у нас возникнет два клетка. Значит, f кси. Тут у нас будет ff, fg, fx1, fx2. Значит, здесь у нас будет идти αx1, βx1. Здесь будет наша два клетка γx1. Здесь будет gx1. Вот опять вот такая картинка. γx2, γx2. Здесь будет gx1, gg, gf, αx2, βx2. Ну и коммутативность, как мы понимаем коммутативность? Коммутативность. Она просто означает, что горизонтальная композиция gx, жирненькая, на γx1 равняется γx2 на f кси. f кси. Вот. Ну и давайте, значит, дадим понятие, введем понятие категории произвольного порядка. n категории. Наконец-то. Ну вот, тем мы, собственно, и закончим. Ну а для этого очень кратко поймем, вот как устроена категория. То есть категории можно понимать как одно множество, только морфизмов. Вот. Категория как одно множество. Значит, отождествим объекты. Это просто пока обычная категория, как одно множество. Объекты с x, с idx, с тождественными морфизмами. Вот. Что тогда такое категория? Тогда категория это множество, ну, на самом деле, морфизмов, да? x большое такое, что… причем на котором заданы… отображение… s и t из x в x. s – это область определения, t – q – область. t – f равняется s – g, то определена композиция морфизмов. Правильно? Если область к областью совпадает. Композиция… Давайте ее обозначать просто диезом. Ну, обычная композиция, да? То, что мы прежде обозначали, просто g умноженное. Вот. Кроме того, они еще обладают следующими свойствами. Вот эти отображения. То есть все определение категорий можно переписать в терминах вот этих s и t, учитывая, что тождественные объекты здесь – это те объекты, которые являются тождественными морфизмами для кого-то. Вот. s – это область и к область, соответственно, она отображается в тождественный морфизм области, в тождественный морфизм к области, поэтому выполнены аксиомы. Следующие аксиомы, что f, g, h… Ну, у нас отображение… Композиция ассоциативна, как обычно, если имеет смысл это выражение. Вот. Кроме того, если мы теперь рассмотрим композицию с тождественным морфизмом, который отвечает q области, области значений, тогда это будет f. А если с этой же стороны, с другой стороны, наоборот, sf применить, то это будет f. Ну, тоже f будет. Вот. Это аксиомы единицы. Соответственно, единицами или объектами, ноль клетками здесь называются такие f, которые принадлежат x большому, что они совпадают со своей областью и кообластью и с… Ну, вот это они сами и есть, да. Ну, потому что, если мы возьмем тождественный морфизм какого-то объекта, у него возьмем область к области тот же самый объект, когда будем брать тождественный, опять получим его же самого. И еще я парочку свойств не написал. Следующие свойства. То есть, s и t, они являются так называемыми правыми нулями. s в квадрате равняется s, s в квадрате равняется t, s равняется s, t в квадрате равняется t, st и равняется t. t, f и s, f это всегда будет единицей, всегда единицей, всегда в объект будем приходить, когда будем применять s. Вот. Ну и теперь, значит, что такое n-категория, да. Теперь, смотрите, мы увидели уже, что в два категории у нас на самом деле есть две композиции – вертикальная и горизонтальная. Ну, соответственно, в n-категории будет n-композиции, но мы все будем рассматривать как одно множество. Сейчас просто дадим определение и закончим на этом. Значит, n-категории называются множество, на котором… Н-категорных структур, ну, вот в том смысле, в котором мы сказали… x, ds, it, или решетка it, s, it, t, it. Причем… да, i меняется в пределах от 0 до n-1. Вот, n меняется в таких пределах. И заданный n-категорных структур. Причем разные категорные структуры коммутируют. Сейчас мы напишем, что это такое. Коммутируют. И клетки, значит… А, и единицы этой структуры являются единицами. Для житой при жи больше, чем i. То есть всех более высокого порядка категорных структур единицы являются этими. Что, значит, единицы являются тоже единицами для более высоких структур. Вот если это условие выполнено… Теперь коммутируют. Что означает, что коммутируют? Вот, это если x решетка y, it, j, z, u. Это то же самое, как если мы сперва x и y перемножили при помощи it, при помощи житой структуры. g, z, x и z, решетка y. Здесь у нас будет теперь y, решетка j, u. Вот, с и т, примененная к x, y. Это просто с и т, x, решетка житая, с и т, y. t и т, x – это t и т, x, t и т, y. Ну, я остался сказать, что здесь являются клетками. Ну, соответственно, s и т, t, 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 t при неравном. Ну, я остался сказать, что здесь являются клетками-то. Собственно, итак, мы отождествили. Это, в принципе, вот отождествление объектов с тождественным морфизмом мы уже делали в наших обозначениях, да, в коммутативных диаграммах, когда мы писали вместо тождественного морфизма само название объекта. То есть это идет вот из высших категорий. И что такое, что здесь будут клетки и того порядка? Ну, это, собственно, единицы будут. Значит, клетка, k клетка. Значит, давайте сейчас напишем. Это вот коммутирует, это для всех выражений, которые имеют смысл. Вот выполнены равенства такие вот. Вот, конечно, тут не любую композицию можно рассмотреть, но вот, которая есть у нас, у нас выполнена. Значит, x это k клетка с принадлежащим множеством x, большое k клетка. Если x единица для моноидальной структуры x и t решетка s, i, t, i при всех, при i больше либо равном k. Ну, обратите внимание, что у нас n клетки тоже будут, это которые вообще не являются единицами. Вот, при таком условии. То есть 0 клетки, которые единицы для любой структуры. Один клетки, единицы для первой, второй и так далее. Можно что определить? Можно определить понятие функторов соответствующих, ну, строгих, да. Мы здесь говорим про строгие функторы. Ввести понятие категории n категорий. Это будет уже n плюс 1 категория. То есть можно увидеть, что n категория, это на самом деле категория, обогащенная над категорией n минус 1 категория. То есть n категория, категория обогащенная над категорией, категории меньшего порядка. Вот. Часто это действительно наличие вот этих 2 клеток, там 3 клеток более высокого порядка, это помогает. Вот. Еще, про что мы не обсудили в нашем курсе, еще бывают так называемые, вот как у нас были строгие и не строгие моноидальные категории. Вот 2 категории, это аналог строгих моноидальных категорий, но у которых не один, так сказать, по аналогии. У нас есть, получается, значит, это аналог 2 категории, моноидальная категория, строгая моноидальная категория, какая, получается с одним объектом. То есть вот 0 клетка одна, все 1 клетки это будут объекты нашей моноидальной категории, 2 клетки это морфизм, вот как это можно понимать. То есть вот это моноидальное произведение это композиция внутри вот этого вот, между 1 объектами получается, но когда у нас 1-0 объект. Так вот, есть аналог не строгих моноидальных категорий, для 2 категории это называется бикатегории, когда у нас ассоциативность выполнена только с точностью до изоморфизмов. Вот, до отождествлений. Соответственно, там тоже можно ввести понятие этих слабых, оп-слабых, 2 функтора, функторов более высоких порядков, но это мы уже, так сказать, рассматривать, конечно, не будем. Все, большое спасибо.